Нижний Новгород Огромное количество волонтеров, большое внимание к нам не только простых горожан, но и городских и областных властей. И плюс какое-то количество набралось партнеров и спонсоров, благодаря которым мы смогли купить материалы, краски, инструменты, без помощи которых вообще фестиваль бы не состоялся. Причем это было как-то сделано очень быстро, довольно-таки по сравнению с другими городами. И наш фестиваль тем и отличается, что он масштабный. То есть у него есть масштабная поддержка в городе. С одной стороны фестиваль звучит действительно масштабно, а под восстановление выбрали всего один объект в районе храма Трехсвятителей. Шлись многие обстоятельства и факты. Ну, во-первых, он в квартале Трехсвятителей, где больше 26 деревянных домов Нижегородского злодчества. Практически с одинаковой судьбой. Ну, они все уже многие расселенные, многие памятники архитектуры. Вот. И хотелось бы этот квартал сохранить. И у нас пристальное внимание к нему, именно городозащитников вот сейчас. Вот. Потом этот дом имеет интересную историю. Он 1891 года постройки. Мы знаем, кто владелец. Это вдова титулярного советника Авдоти Кирилла Скворцова. Последний владелец был банковским служащим Николай Охотин. У него интересная история, которую хочется рассказать, протранслировать. И еще он в достаточно хорошем состоянии. Несмотря на то, что формально он признан аварийным и расселен. На самом деле там только 39% износа. У нас была техническая экспертиза. И понятно было, что его можно привести в порядок. Насколько сейчас этот дом действительно, скажем, преобразился после проведенных работ волонтерами? Ну, у нас это же противорийные работы были. Конечно, там требуется хорошая комплексная реставрация. Но сейчас на нем перекрыта крыша, то есть она без дыр, которые там были, да. Там подшит карниз, сделана отмостка, восстановлено крыльцо. Вот. Он покрашен и остекление тоже все по контуру сделано. Вот. Это такие работы, ну, скажем, минимальные, которые можно сделать на памятнике архитектуры, да, чтобы привлечь к нему внимание. А дальше необходимо думать о том, какая у него будет дальнейшая судьба. О том, как выглядел этот объект еще до того, как к его реставрации приступили волонтеры, мы расскажем в нашем следующем материале. В этой деревянной двухэтажке на улице Короленко уже давно никто не живет. Дом «Расселен», отключен от центрального отопления и электричества, а доступ внутрь до последнего момента оставался открытым. Оказалось, здание несет высокую историческую ценность. Некогда дом Скворцовой приносил большие доходы. Насколько я понимаю по планировке, он изначально, и по тем данным, которые у нас есть, он изначально строился как все-таки доходный дом, то есть для сдачи квартир в наем. Но это не клетушки, то есть это практически здесь мы видим три довольно больших квартиры. Здесь, кстати, очень многие дома доходные. Вот, например, напротив дом, где жил Короленко, это флигель Лемки. Он тоже так же строился городовым архитектором Лемки в свою собственную садьбу для того, чтобы сдавать наем. Это был источник дохода для многих нижегородцев. В этом здании 1891 года постройки до сих пор сохранились вот такие исторические печи. Они облицованы настоящей дорогой керамикой. В комнатах, в углах и на потолке сохранены гипсовые лепнины. Стены и перегородки здесь в целости и сохранности. Впрочем, в рамках фестиваля будет реконструирован только фасад здания. На работу уйдет около 100 тысяч рублей. Юрий Афров, Андрей Панов, столица Нижний. Каких шагов вы ждете еще на встречу городской администрации? Потому что домов еще, как мы уже поговорили, остается достаточно много. У нас самый главный сейчас вопрос – это проработка юридического механизма передачи расселенных объектов, выявленных объектов культурного наследия и исторической среды инвесторам. Частным инвесторам? Потому что правила игры, они сейчас до сих пор не установлены. Будет ли это долгосрочная аренда? Или это будет уже собственность после реставрации? Какие бонусы будут тому, кто придет восстанавливать памятник, потому что это достаточно затратно? Или какие обременения? Непосредственно у нас юристы-грозозащитники над этой проблемой работают. То есть мы не просто так ходим к администрации, что-то просим, а уже приходим с предложениями, с готовыми документами. То есть инвесторы, получается, есть, да? Инвесторы есть. У нас вот, ну, я вот непосредственно с двумя общалась, кто хотел бы взять два дома в квартале как раз трех святителей. Но у нас еще квартал там на Малоимской, да, есть некоторые дома. Есть еще дома на Ильинке, на самом деле много объектов. На Ильинке, да. Их много домов. Ну, вот расселенных-то сейчас порядка 50, которые уже расселены, их надо вот консервировать, кровлю на них делать, например, да, и какие-то прям насущные работы, да, чтобы они хоть зимой простояли. Вот как раз миллион двести это на это выделено, а мы сами собрали вот за лето четыреста тысяч, чтобы это сделать. А потом их надо быстро, чтобы они не были сожжены, чтобы они не развалились, отдавать собственникам. Как это будет сделано в Нижнем Новгороде? Разные варианты ведь есть. В других городах там, в Казани сразу отдали на аукционы, в Томске реставрировали за муниципальный счет, и туда опять заселяли жителей. В Иркутске это чисто коммерческий квартал стал. По поводу других городов, насколько они дальше продвинулись вот в вопросе того же фестиваля? Вы же общаетесь, да, с организаторами? Ну, у нас у всех разные ситуации, да. Ну, вот 27 городов отреставрированы, ну, не отреставрированы, а вот приведены в порядок, да, порядка 58 исторических зданий. Они все разные. Где-то есть собственники, и люди помогают, ну, и волонтеры непосредственно помогают тем жителям, которые в этих домах живут. Крышу покрыть, дом покрасить, там, воду провести. А есть дома, которые уже расселенные, вот, как наш, вот, например, дом Скворцовый. И, конечно, это большая помощь, и это популяризация того, что историческую среду надо сохранять. Ну, у нас вообще такая команда, там, Сойерфест, не только в Нижнем Новгороде, но Россия, она такая очень дружная. Это мощное, уже серьезное движение, которое ЮНЕСКО признало лучшей волонтерской практикой в России. И последний вопрос. Стоит ли ждать в следующем, в 2019 году, снова фестиваль? Конечно, мы уже начинаем готовиться. У нас уже даже появился спонсор, который нам выдаст краску. Вот, и сейчас мы, ну, тоже составляем заявки на те дома, которые хотим взять под фестиваль. Мы должны выбрать, какой это будет дом. Вероятнее всего, опять в квартале Церковь Трехсвятителей по улице Короленко, там, Славянская, Новый. Вот, ну, и ищем партнеров, кто согласится, опять же, предоставить материалы, там, краски, покормить волонтеров, вот, попоить волонтеров, вот. Это было бы здорово. Ну, прям вот, надо сказать, что фестиваль следующего года стартует сейчас. Анна, я желаю вам удачи в вашем очень нелегком начинании. Спасибо, что нашли время, пришли к нам в гости. Я знаю, что сейчас вы продолжаете работать на этих домах, с собой у вас даже есть специальная строительная одежда. Да, там каждый день. Приходите к нам в гости и рассказывайте снова о ваших успехах. Это была программа «План Горда». В студии работал Антон Ганин. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова